Друзья мои, сегодня мы с вами находимся на совете директоров. И у нас с вами есть уникальный шанс послушать, о чем же говорят эти самые директора, пока мы с вами пьем чай, стучим по клавишам и звоним по телефону. Пойдемте со мной. На что настроены, чем мотивированы соискатели, мы понимаем, как с ним дальше работать, и мы понимаем, какой может быть поверен на листнице нашей компании. Дальше собеседование и куча других оценочных методов, о которых мы сегодня поговорим, которые по сути являются таким ситом в нашей воронке. И потом сюда у нас попадают единичные, хорошо одобранные кандидаты. Ольга, вот вы сегодня много рассказывали про оценку талантов, как один из эффективных инструментов подбора персонала. Хотелось бы знать, что в конечном-то итоге по результатам теста получает HR-специалист. Что он видит, что дает ему, какую раскладку дает ему тест? Ну, поскольку тестов три, то если говорить о математическом, то мы получаем результаты. Третье, умеет ли человек анализировать информацию, цифры, вербальный, позволяет увидеть, насколько хорошо он умеет анализировать текстовую информацию, готов работать с документами. И, наконец, третий, самый интересный, это профессиональный личностный опросник, который позволяет увидеть, насколько проявлены компетенции человека и как они будут реализованы в работе. Например, способен ли он к планированию, готов ли он к командной работе, умеет ли он анализировать и так далее. А есть ли у HeadHunter инструменты для просеивания и выявления честности и профессионализма той компании, которой устраивается соискатель? Во-первых, у нас разрешительная система регистрации. Это значит, что на этапе регистрации мы отсеиваем компании, которые на самом деле не существуют или занимаются сетевым бизнесом. Во-вторых, нужно обязательно обращать внимание на то, как используют компании наши сервисы, насколько они продвигают вакансию, рассказывают о себе подробно, используют шаблон брендированной вакансии, презентационную страницу и прочие сервисы. Обычно компании, которые активно работают с соискателями, это те компании, которым стоит доверять и которые наиболее ярко себя проявляют и хорошо конкурируют, если говорить о социальном пакете. Какой может быть парнированная листница в нашей компании? Потому что придя на ту девятую должность, человек хочет создаться тем или иным путем. Продолжение следует...